Ху-ху-ху-ху Как и что нужно говорить после поражений? Будет интересно! Всем приятного просмотра! Все-таки она началась. Нетя жесткий такой темп. Ну, видимо, посадить просто друг друга хотели и, наверное, уже зарядились на первый раунд. А вот как ты себе визуализировал бой? Ну, я имею в виду, как он должен был пройти в идеале? Вообще в идеале планировал всю дистанцию работать. Не знал, что такой напор будет. И поэтому ввязался в такой размен. Я и не пожалел особо. Но ты в первом раунде, знаешь, очень жестко попадал. Удивляло ли, что Газиев стоял? Нет. Так же было на чемпионате мира. Правда, конечно, не столько ударов я попадал на Амире. Но все равно были моменты, которые... Я тогда первый раз удивился, что хорошо попадаю, а он терпит. В этот раз понятно было, что он не завалится от первого встречного. Вот у вас был первый бой, получается, несколько лет назад. Тогда вот он проходил, ну, я не знаю, более спокойно. Вот там вся дистанция была, но насколько это была энергозатратная дистанция? Абсолютно такая же. Ничем не отличалась. Точно так же оба, считай, это выползли. Что я, что он. Друг для друга были мы такие прям тягучие. В перерыве между первым и вторым раундом, что ты думал, что ты чувствовал, так скажем, если так описать состояние ментальное и физическое? Чувствовал, что я подустал, вот что я чувствовал. Что тут ментально-то думать еще? Не, конечно, я выходил, на самом деле, выходил до конца, что не то, что сейчас я сольюсь, все, я так устал, что все. Я все, типа, нет, у меня такого не было. А я, ну, выходил до конца реально драться. Просто я в какой-то момент все уже, ну, у меня уже, я пытаюсь руки поднять, они не поднимаются. Ну, то есть, да, я с виду показал, что, да, больше, как бы, это не, там, какой-то нокаут от того, что потряс тебя, от того, что вот усталость, да, накопленная. Да, 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 это вот от усталости, боже, это не было там ни нокаута никакого. Говорили, что после боя тебе вроде бы было не очень хорошо. Действительно ли это так? Ну, маленечко, это, полежать захотел. Наверное, там, давление поднялось, как и все. Полежал, попил. Еще голодный такой был. Жена мне колу принесла, я колу попил, и все, в себя пришел сразу. Ну, Шамиля сказал, что вот последние три года, с тех пор, как у вас прошел первый бой, он все эти три года только и делал, что ждал вот этот самый реванш. Знал ли ты об этом, что вот для него это было так принципиально в спортивном плане? Да я, да я откуда бы знал-то, ну, он меня же не оповещал никогда. Я, честно говоря, ну, как догадывался, что когда-то, может быть, мы встретимся. Ну, это такое прям 70 на 30 было. Встретимся, но не точно. Но я не пожалел. Даже с таким исходом, это для меня такой психологический толчок сейчас. Действительно, я понимаю сейчас, над чем работать. И так-то все нормально было. Но самый главный он, самый главный мой недочет я увидел. И это не кардио, кстати, а другой недочет. И я в дальнейшем буду над ним работать. И это дало мне толчок, чтобы сейчас еще больше пахать и пахать правильно. Для чего пахать. Поэтому все еще впереди, все будет хорошо. Камил Гаджиев называет этот бой претендентом на один из лучших в 2021-м. Болельщики, ну, очевидно, довольны, что посмотрели такое зрелище и так далее. Вот может ли тебя это, ну, в том числе утешать? Или лучше бы, знаешь, было спокойно победить и не вызвать ни у кого восторга, но вот победу забрать? Не. А чем себя утешать? Я, ну, проиграл, так сказать. Но для себя я не проиграл, на самом деле. Я не упал. Я не проиграл по очкам. Меня не пробили. Я просто устал. И поэтому там себя утешать, что это там лучший бой. Ну, если так посчитают нужным, то, конечно, пусть делают это там лучшим боем года. Вот у тебя пропал тот самый нолик из графа поражения. И кто-то, наверное, переживает этот момент так болезненно. А как в твоем случае? Вообще нет. У меня нет вот этой, там, блин, даже слово такое подобрать не могу. Невероятную гонку вот это устраивает за этим ноликом. У меня нету этого. Такая весовая, с таким характером, с таким подбором бойцов на первом, ну, в начале карьеры. И держаться за ноль это невозможно. Я считаю, что все-таки я очень сильно прям втыкаюсь, что, ну, я не рассматриваю слишком бойцов там. Вот мне бы лучше с ним не драться, с этим бы драться, а вот с этим лучше не драться. Мне вообще все равно, вот, это Шамиль да Шамиль там. Казах тут тоже неплохой был тоже. Я не скажу, что так легко, вот, минута 20 это было, ну, нет. На самом деле тяжелый бой был. И до боя было тяжело, и во время боя было. И был момент один, который мог бы там все перевернуть, ну, на другую сторону. Вот, поэтому я не трясусь за этот момент, короче. А сейчас, если оценивать, ну, ты провел три боя в рамках Гран-при, если брать вот этот бой и, там, сравнить подготовки к этому бою и к предыдущим, насколько, ну, так скажем, тебе удалось лучше или хуже подвестись к этому бою? Было ли у тебя что-то, что там могло, например, в тренировочном лагере пойти? Не совсем так. Нет. А вот к этому бою я подходил, наверное, из всех вот моих лагерей до предыдущего боя, того боя. Это мой самый лучший лагерь был. Потому что ко второму бою пацаны там уехали, по-моему, за две недели. У меня две недели до боя пацаны уехали на сборы в горы. Я не поехал, потому что туда климатизация бы началась. То есть я сам себя бы, ну, замучивал бы. Плюс поездки вот эти туда-сюда. Я не поехал, и я две недели, считай, был без паренгов, без народа. Одни лапы были только. Там лапы, скакалки и все. Вот у меня Рома Воложко со мной был. А на декабрь, на декабрь, когда я готовился, там тоже такой, конечно, моментик был, что, во-первых, и время мало было. После болезни плюс еще, что, ну, все, наверное, знают, для кого не секрет, что тогда все переболели. И, ну, очень тяжело. И поэтому после болезни было восстанавливаться, ну, достаточно так. Плюс там был, поехали на ЦФО маленько, руку подбил. То есть непрофессионально маленько подошел. Короче, в прошлых боях было больше предпосылок с таким, не самым, хорошим кемпом. Да, да, все равно какое-то дерьмо там случается всегда. В этот раз вообще все нормально было. В перерыве между первым и вторым раундами также Ислам Бабаджанов из Ушатайки он зафиксировал на видео переживания твоей супруги. Чувствовал ли ты тогда ее позади себя? То есть не насколько это для тебя полезно для настроя, потому что все же по-разному относятся к присутствию членов своей семьи на боях. Вот насколько для тебя это важно? Не, когда на боях мне, конечно, поспокойнее. Я еще выхожу в клетку, я постоянно ищу. Она мне всегда чик маякует, типа я здесь на месте. Не, на самом деле для меня это большой толчок, когда она со мной. Меня это очень вдохновляет. Ну, конечно, не важно там победы, поражения. Все равно в душе, что она рядом. Я не один. Успел ли ты получить какую-то обратную связь от Федора после этого боя? Нет, мы еще с Федором не разговаривали по этому поводу. У них там своя подготовка, они готовятся, пока друг друга не трогаем. Я только разговаривал с тренером, с Сергеем Стартовичем, с Вадимом разговаривал. Пока все. А что тебе со стороны вот сказали как раз твои тренеры? То есть, вот что они увидели, например, из того, что ты, может быть, не заметил? Ну, маленько, что не по плану, начал работать опять же. Так, в принципе, бой хороший, сказали. Работать есть над чем. У тебя, кстати, не было проблем с тем, что ты как раз перед боем говорил, что там главный совет от Федора был, типа, включай голову. Ну, включил ли ты голову в этом бою? Да, и выключил. Потом опять включил и опять выключил. Кнопка заела где-то, короче, в каком-то моменте. Может, провалилась. Что для тебя дальше? Как ты думаешь? То есть, успел ли ты с кем-то что-то обсудить? Или пока ты просто думаешь о том, что надо отдохнуть, перезагрузиться? Нет. Нет, сейчас пару неделек. И, в принципе, я уже начну маленечко втягиваться опять, тренироваться. Есть там план. Один. Пока его озвучивать особо не буду. Но он на этот год. На конец года. На конец года. Субтитры создавал DimaTorzok